Вот это средняя цена получается. Чтобы закупить продукты к Новому году, теперь приходится чаще прибегать к математике. Даже некоторые товары по акции заметно бьют по карману. 193, 139. Подорожало все – от бакалеи до молочных продуктов. Чтобы купить нужные ингредиенты для праздничного стола по экономичной цене, нам пришлось потратить немало времени. В итоге за полчаса собрали минимальный набор. В этой тележке продукты на самую малую часть новогоднего стола. Это салат сельд под шубой, оливье, на горячее и бутерброды с икрой. И за это придется уже отдать около 2000 рублей. Причем на семью из четырех человек такого набора уже не хватит. А если добавить сюда алкоголь, нарезку, фрукты и сладкое, то конечная цифра на кассе возрастет в разы. Мы решили спросить у барнаульцев, во сколько по их подсчетам обойдется стол на главную ночь года. Я не умею культурно говорить в очень большую сумму. Причем 15-20. Купила виноград, купила сок и бананы. И все. И знаете, 750. Трибе эти. 28. Очень дорого. Я думаю, в пятнашку это точно. Идешь в магазин покупать и вообще ничего нет. На столе нету, а деньги? Деньги летят. Тысяч пять, пять – это пенсионерам невыносимо. Причин значительного роста цен, говорят предприниматели, много. Например, стоимость мяса стала ощутимой после запрета на подворный убой. Сильно подорожала и молочка. Сократились производства, содержать скот стало невыгодно. Закупочная цена молока стала выше на 30%. Такой ползучий рост, устойчивый, на протяжении последних полугода мы наблюдаем достаточно серьезно. Я бы так действительно инфляцию продуктовую оценивал не на уровне роста, о котором он говорит, 6-8 максимум процентов, а на уровне 20-30% в реальности. Такая рыночная экономика, отмечает предприниматель, серьезно сказывается на качестве жизни потребителей. Деньги обесцениваются, а рост заработных плат и пенсию далеко не догоняет уровень инфляции и все, что с этим связано. Поэтому в какой-то степени государству, в том числе, разгон инфляции и рост цен оказывается выгоден. К слову, в следующем году, прогнозируют специалисты, резкого роста цен на продукты быть не должно. Однако ждать ощутимого снижения тоже не стоит. Ну а в этом, судя по всему, отказаться от разнообразия на новогоднем столе придется многим барнаульцам.